Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что егеря должны быть готовы в случае необходимости встать под ружье для защиты своей страны. Такое заявление белорусский диктатор сделал во время рабочей встречи с начальником госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Юрием Тертиле. Лукашенко добавил, что тысячи сотрудников инспекции, которые уже подготовлены, должны превратиться в настоящих бойцов. По его словам, егеря получат дополнительное вооружение, а те сотрудники, которые не имеют нужной квалификации, пройдут обучение. О настроениях и репрессиях в Беларуси, а также о вероятности вторжения белорусских войск в Украину поговорим с советником лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франок Вечерко в нашем эфире «Фридом». Франок, приветствуем вас. Добрый вечер. Что ж, Франок, сначала Лукашенко поручает создать и вооружить народное ополчение, потом говорит, что необходимо обучать и вооружать спасателей. Теперь дошли до крепких мужиков, как говорит Лукашенко. Егеря должны теперь стать на защиту Родины. Все эти инициативы, они для чего, если сам Лукашенко говорит, что перемен на горизонте не предвидится? Скоро до детей дойдет, скажет, что и детей нужно вооружить, господи. Нет, так они же уже начали с детей, они уже проводили такие псевдо-квази-милитарные лагеря при помощи пророссийских казачьих организаций, в том числе используя и церковь православную. Они вывозят детей в лес, их учат собирать, разбирать автоматы. И весь этот трэш показывают по телевидению, как 14-летние дети и мальчики, и девочки учатся стрелять врагов из НАТО. Но что касается Егерей и всей этой суеты, которую Лукашенко создает последние месяцы, все его проекты, которые он запускал за последнее время, они все провалились. Помните, Южное командование, ничего не появилось. Помните, это ополчение, ну было там в двух-трех городах, собирали местных, раздали бэджики, через 4 часа отпустили, и закончилось народное ополчение. Увеличение армии до 80 тысяч. Кем увеличивать? Все призывники, которые приходят, убегают с военкоматов, никто не хочет служить. За последние, от начала войны, 10 тысяч человек выехали в Литву. Среди них огромное количество молодых юношей призывного возраста, которые убегают от призыва, потому что не хотят воевать против Украины. Есть здесь, в Вильнюс, недавно переехало несколько перебежчиков из армии, которые еще недавно служили в приграничных районах. Некоторые через Россию, некоторые через лес убежали сейчас в сохранности, ждут политического убежища. А давайте просто понятными вещами назовем, о чем идет речь. Смотрите, сначала народное ополчение вооружить, потом спасатели, сейчас егеря. Может, я чего-то не понимаю, но страну и граждан страны должна защищать армия. О чем это говорит? Сейчас давайте водителей троллейбуса вооружим, детей подготовим. Где армия? Я правильно понимаю, армия отказывается, он не чувствует поддержки в своей армии? Армия не исполняет и не будет исполнять приказы Лукашенко. Эта армия не лояльна диктатору и не лояльна Путину. Да, там есть, как и везде, пятая колонна. Особенно в генштабе среди высшего командования много людей, которые еще заканчивали российские военные училища. Но если мы берем тех, кто реально занимается боевыми действиями, те, кто руговодят бригадами, батальонами на границе, они не присягали служить Лукашенко или Путину. Поэтому воевать они не будут. Лукашенко 28 лет выстраивал только спецслужбы, КГБ, ОМОНовцев, тех, которые могут защитить его от демонстрантов. Он никогда не инвестировал в армию. Они получали крошечные зарплаты. И срочники, и офицеры-контрактники. И сейчас заставить их умирать за Лукашенко невозможно. Франок, хорошо. А вот раздает он оружие и говорит, что хочет раздать оружие народному ополчению, спасателям, теперь егерям. Может ли такое случиться, что эти же люди направят это оружие против режима Лукашенко? Или там однозначная позиция и поддержка Александра Лукашенко среди этих людей? Я уверен, что они оружие раздавать не будут ни ополчению, ни егерям. Да, среди егерей огромное количество лукашенковских чиновников. У них модно заниматься охотой, рыбалкой. Есть различные клубы. Конечно, какое-то близкое окружение Лукашенко получит более новые версии автоматов и ружей. Но, конечно, широкому количеству, кругу людей никто доверять оружие не будет. Лукашенко боится, что его арестуют, что придут ночью за его головой. Намного больше, чем войны и даже чем Путин. Франок, вы знаете, можно будет уже цитатник сделать таких нелепых и смешных фраз диктатора Лукашенко. Он показывал, откуда собирались напасть, какой превентивный удар собирались наносить, все эти какие-то приказы его. Из последнего сегодня он сказал, что Украина сама военными вертолетами поджигает свои поля, чтобы максимально усугубить продовольственный кризис в мире. Как вообще, наверняка, белорусы это слышат. Как люди вообще к этому относятся, как реагируют? Знаете, у нас хорошая ситуация в сравнении с Россией, где, конечно, люди зомбированы пропагандой. В Беларуси люди и до войны абсолютно не верили лукашенковской брехне. Последние годы никто не смотрел особенно телек. Какие-то, может быть, изолированные группы, пенсионеры, ностальгирующие по Советскому Союзу. Но сейчас то, что говорят с телека про Украину, весь этот бред про то, что Украина сама себя бомбит, ему не верят. Но, с другой стороны, у людей тоже диссидант, потому что у них не хватает полноты картины. Альтернативные источники тоже недоступны, потому что более 300 сайтов заблокированы, журналисты объявлены экстремистами, 400 журналистов вынуждены выехать из страны, 50 в тюрьмах. Это все задает такой вакуум и непонимание, немного хаос в головах. Нам нужно больше внимания, больше времени посвящать информационной борьбе. И очень важно, что сейчас украинские каналы начали смотреть белорусы, особенно через YouTube. Я вот как раз хотел спросить, а наш проект, проект Freedom, доступен в Беларуси? Его можно смотреть? Смотрят проект Freedom, смотрят украинский национальный марафон, смотрят другие медиаресурсы, смотрят блогеров украинских. И это огромное изменение, потому что еще в 2021 году интереса к Украине, украинской повестке было очень мало. А сейчас очень хорошо, что белорусы активизируются и поддержка Украины среди массового населения растет. Спасибо, мы чувствуем эту поддержку и чувствуем эти настроения. Спасибо вам за последнюю оперативную информацию. Напомню нашим зрителям, с нами на связи был Франок Вечерко, белорусский оппозиционер, советник Светланы Тихановской. Спасибо.